Перед началом оперативного совещания Геннадий Панин представил исполняющего обязанности руководителя администрации. Им стала Татьяна Павлова. Отчет о проделанной работе по осуществлению муниципального финансового контроля за 2015 год представила начальник сектора Елена Астафьева. В 2015 году сектором муниципального финансового контроля было проведено 53 проверки, в том числе и внеплановые. Объем проверенных средств составил около 45 миллионов рублей. По результатам проведенных проверок составлены акты. По выявленным нарушениям руководителям проверяемых учреждений направлены 32 предписания для принятия мер по устранению выявленных нарушений. Результаты проведенных сектором муниципального финансового контроля проверочных мероприятий в финансово-бюджетной сфере свидетельствуют о том, что использование бюджетных средств осуществлялось правомерно, но не всегда эффективно. Выявленные в ходе проверок нарушения замечаний приняты к сведению, прекращены и устранены. Все предписания исполнены в сроках в полном объеме. В ходе их исполнения в бюджет городского округа размещено более 300 тысяч рублей. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. По данным рейтинга главного контрольного управления Московской области по контрольной деятельности в сфере закупок в 2015 году администрация городского округа Орехово-Зуево из 68 образований вошла в пятерку лучших. В рамках месячника по благоустройству были проведены работы по уборке городских территорий, ямочному ремонту дорог, уборке поваленных деревьев в лесопарковой зоне. По капитальному ремонту у нас полностью завершены работы и подписаны акции приемки по трех домах, это галочки на 28, недавние два, первые транспорты на 21. Выполнены работы, но не подписаны акты выполненных работ по Крупской 12, первые транспортные дома 21, проезд вежим этого вон 4. А вот эту помойку за собой кто будет набирать? Сейчас работа ведутся. Подождите, а им подписали или не подписали? Что? Им подписали? Нет, 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 это не подписали. Это Краснодарский дом 1. Пока они там не уберут, ничего не подписали? Нет, нет, нет. У Краснодарского дом 1 и юбилейный проезд в дом 6 работают сейчас. Плоские кровли пока еще не начали делать. Выпили юбилейный проезд в дом 6? А вот у нас очень много жалоб было у Ритского 54, 56А, да? Мы начинаем уже. Не забывайте, что там ущерб до третьего этажа. По сообщению начальника Госадмитехнадзора, за отчетный период было выявлено 36 правонарушений закона о благоустройстве. По всем нарушениям были возбуждены административные дела, выгодные предписания и обеспечения правонарушений. Основные направления были в работе – это содержание территории. Ну, в принципе, оно сегодня основное направление в работе – это содержание территории и прилегающей территории хозяйственных объектов. Об уборке и содержании территорий муниципальных и областных учреждений доложили их руководители. Сейчас мы уже начинаем и приводить участки в порядке в том плане, что и окрашиваем, и меняем, и испорченные конструкции. На прошлой неделе было совещание с руководителем. Мы определили, что будет три основных субботника совместно с родителями. Это 9, 16 и 23 число в каждом образовательном учреждении. По сообщению начальника управления образования, ежегодная акция «Тотальный диктант» в этом году в Орехово-Зуево будет проводиться на двух площадках – в гимназии номер 14 и в школе номер 2. Проверить свои знания в области русского языка желающие смогут 16 апреля в 15 часов. Старт регистрации дан 6 апреля. В завершении оперативного совещания глава городского округа вручил благодарственное письмо Евгению Боришевскому, занимавшему должность руководителя администрации, за командную работу, направленную на развитие Орехово-Зуева.